Параллельно с этим стоит вспомнить о проснувшемся недавно террористе, боевике, убийце, полковнике Игоре Гиркине-Стрелкове, которого Владимир Путин посадил в Тюрягу, где он его сокрывает, прячет от западного правосудия, от того, чтобы его взяли по делу о крушении, о сбитии малазийского авиалайнера Boeing MH17. И вот этот Гиркин-Стрелков из тюрьмы написал письмо, которое опубликовала в Телеграм его жена. И он говорит, что операция вооруженных сил Украины на Курском направлении и на Белгородчине отчасти это просто часть пазла. Все это, как считает Игорь Гиркин-Стрелков, для отвлечения внимания, что это второй фронт, а на самом деле вооруженные силы Украины и украинское командование готовят масштабный удар по Крыму, по всем логистическим цепочкам и уничтожение Крымского моста. Вот это, как считает Стрелков, проснувшийся, является главной целью сейчас Украины. И Украина будет уничтожать все военные объекты в Крыму. Она будет уничтожать все те логистические цепочки, которые сейчас подходят непосредственно к территории Крыма с континентальной оккупированной частью Украины. И непосредственно важнейшие транспортные артерии, такие как Крымский мост. Вот это то, что сейчас происходит. И, конечно же, очевидно, что на этом фоне Владимир Путин вновь начал бряться с своим ядерным оружием, стал снова всем рассказывать о своем ядерном потенциале, хотя ситуация, честно говоря, немного изменилась. Я бы сказал, даже так качественно изменилась. Потому что впервые с 44-го года прошлого века на территорию Российской Федерации зашло иностранное войско и спокойно продвигается вглубь. И ничего Владимир Путин не может предпринять. Уже на российских пропагандистских каналах нам рассказывают о том, что в принципе России пока стоит забыть и россиянам о существовании курян и белгородцев, о существовании Курской и Белгородской областей. И там приговаривают, мол, ну черт с ними, посмотрите, просто сравните на территорию Курской области, Белгородской и на весь масштаб России. Что нам от того, что мы потеряем на какое-то время эти два региона? Ничего не будет. Все нормально, все хорошо. Забудьте, российские обыватели, о том, что у вас когда-то были Курской и Белгородской области, потому что они теперь будут под контролем Украины. И это говорит не Украина, это говорят непосредственно российские пропагандисты. И главное, одна из главных пропагандисток России, Ольга Скобеева, ни с того ни с сего заявила, практически дословная цитата. Хохлы, так она обращается к украинцам, к украинским вооруженным силам. Давайте, пожалуйста, без глубокого проникновения. Начинается сжение. Мы можем все-таки ударить и ядерной ракетой, и ядерным оружием. С другой стороны, возник главный редактор такого медиаресурса, как Царьград. Царьград, если вы не знаете, это медиаресурс, это медиа, которая под контролем Министерства обороны. Там напичкано просто огромное количество военных разведчиков, агентуры. Оно подчиняется российскому генералитету, военному командованию. Это чистый такой пропагандистский, милитарный листок. И вот главный редактор этого издания вышел и ни с того ни с сего вдруг сказал, что Путин должен нанести удары, по ком вы думаете? По курянам и по белгородцам, по Курску и по Белгороду, по своим же территориям. Ну думаю, ладно. Однако сразу после этого приезжает муж Ольги Скобеевой-Попов на территорию Беларуси и идет к Александру Лукашенко. И тот ему говорит, драчку пора заканчивать, необходимо садиться за стол переговоров, ведь Украина уже оказывается, как он говорит, полностью деноцифицирована. Там уже нацистов не осталось, все уже хорошо. Просто начните, пожалуйста, переговоры, потому что уже все красные линии переедены, все красные кнопки нажаты, и Владимир Путин уже может нажать и на свою маленькую красную кнопочку и нанести удар тактическим ядерным вооружением по своим же территориям. Это говорит Александр Лукашенко. Ну понятно, почему Лукашенко об этом говорит, потому что он очень сильно переживает. Он прекрасно понимает, что если вооруженные силы Украины захватят Курскую область и Белгородскую, то они захватят дальнейшем и Брянскую область, а там и до Беларуси недалеко. И там уже никакой рассказ о союзном государстве и о помощи Владимиру Путину уже не поможет. Там уже и белорусская территория отчасти будет в окружении. Благо, в принципе, что украинская армия не собирается пока что смещать Александра Лукашенко и трогать Беларусь. Однако, конечно же, Лукашенко на этом фоне нервничает. Однако, не только российские пропагандисты, однако не только российские генералы, которые толкают Путина к этому ядерному удару, не только Александра Лукашенко, но и люди с другой стороны, с другого полюса политического спектра начинают об этом говорить. Не только ваш покорный слуга, но, кстати, и российский интеллектуал, создатель современной российской истории, доступный для многих в 10 томах Борис Акунин, который тоже говорит о том, и он убежден, что Владимир Путин все-таки нанесет ядерный удар по Курской и по Белгородской областям. Что ему, в принципе, вот этих вот курян и белгородцев будет не жалко. И что удар этот может быть нанесен даже в сентябре-октябре текущего года, когда ситуация станет действительно аховой. А она и так уже и без того катастрофическая, напатывая для Владимира Путина и для его войск на Курском направлении. И причина еще, понимаете, в чем? У Владимира Путина нет никакого политического выигрыша. Вот он только-только думал получить выигрыш, победу на Донбассе, организовать себе, чтобы хоть что-то продать своему российскому потребителю, чтобы хоть что-то продать своему российскому обывателю. Но нет. В СССР зашли на территорию Курской области, рейды на Белгородщине, и все просто смазалось. Размазня теперь, а не победа у Путина. Нет у него никакой победы, а тотальный проигрыш. Он проигрывает вновь. И он это понимает и ощущает. И ничего с этим поделать не может. И это его загоняет, конечно же, в угол. А он когда-то говорил, не надо загонять крысу в угол. Вот он сам о себе так и говорил, конечно. Вы знаете, я вот подумал, а что в принципе случится, если Владимир Путин нанесет все-таки ядерный удар, расчехлит свой ядерный арсенал, пустит эту ракету тактическим ядерным зарядом по Курской области. Вот что случится, кроме того, что погибнет огромное количество мирных жителей, как он считает, России, а на самом деле тех, кто поддерживал изначально эту войну. Там, где погибнет население гражданское, погибнет огромное количество российских военнослужащих, срочников в том числе. Вот чего достигнет Владимир Путин? В принципе, ничего он не достигнет. Однако, это сразу будет означать, что американцы и весь Запад начнут оказывать колоссальное противление и будут играть теперь против Владимира Путина и наносить уже то же. Быть может, не ядерные удары, но они точно вступят в войну против России. Я при этом, знаете, вспоминаю последнее предсказание Евгения Пригожина, кровавого путинского ката, повара, главы ЧВК «Вагнер», который весной, в мае 2023 года, считайте, за месяц до марша на Москву, до Пуччи, и за три месяца до его кончины, когда его убил Владимир Путин вместе со своими генералами из спецслужб, Пригожин тогда сказал, что при таких российских генералах, как Герасимов и как Шойгу, и как их окружение, ВСУ зайдут на территорию Курской и Белгородской областей, и Владимир Путин ударит при давлении его ястребов-генералов по этим областям. И вот это предсказание Евгения Пригожина начинает сбываться. И вот если оно все-таки сбудется, если Владимир Путин на это пойдет, то мне представляется, что Запад отреагирует, что Штаты отреагируют, и что Путин получит очень крепко по своим зубам. Очень крепко. И что это будет не просто ответ в виде санкций. Вы поймите, что если Владимир Путин только нанесет ядерный свой удар, он в принципе поломает всю систему поствоенную, военную, которая создавалась американцами во времена Холодной войны и после Холодной войны. Что он уничтожит весь политический уклад, который функционировал на протяжении десятилетий. Всю систему ядерного сдерживания, всю систему ядерной безопасности. И что если Соединенные Штаты на это не отреагируют, они на это не могут не отреагировать, то тогда Северная Корея нанесет удар по зоне демилитаризованной на границе с Южной Кореей. Китай нанесет ядерный удар около спорных с Японией островов. И многие другие начнут увеличивать или создавать на ново свой ядерный потенциал. Саудовская Аравия, Египет усилит свои ядерные возможности Иран. Что-то будет создавать Германия, Япония, Бразилия и другие страны. И тогда начнется ядерная гонка вооружений, чего не может никто допустить. И вот против этого будет выступать и США, и Европа, и даже Китай. И что там придется тогда уже, даже если Путин ударит по своей территории, пускай ему кажется, что это и безопаснее, и в рамках его ядерной доктрины, и никто за это ничего ему не сделает, потому что это его. Однако сделают. И Штаты тогда, конечно же, нанесут не ядерный удар, но хотя бы удары конвенциальными средствами поражения, обычным оружием, ракетами, самолетами, непосредственно по всем оккупированным России территориям, и по Крыму, и по российскому приграничью, уничтожив при этом все войска, всю технику и возможности Владимира Путина и российской армии на десятилетия вперед. И вот здесь уже мы можем говорить о том, что это будет последним днем не только правления, но и жизни российского диктатора. Потому что сразу после этого российские генералы, российские спецслужбисты, российские олигархи, российские богачи, российские политики, кремлевские старцы поднимутся и попытаются убрать Владимира Путина, если поймут, что он ослаб, если поймут, что он больше ничего не может, если поймут, что он предпринял последнюю свою попытку и больше попыток у него никаких не осталось. Тогда они просто его уберут и, быть может, даже прикончат. А пока что Владимир Путин будет и дальше шантажировать всех, бряцать ядерным оружием, готовить свои ядерные запасы, поджигать запорожскую атомную электростанцию, шантажировать этим Украину и вооруженные силы Украины, пугать украинцев, европейцев, американцев, японцев, китайцев и весь остальной мир. Всех, кого только не жалко ему пугать. Будем следить за тем, что происходит на этом направлении. Будем надеяться на то, что все-таки ядерной катастрофы не будет и третьей мировой войны, которая началась, что она не масштабируется до пределов, когда уже ничего нельзя будет решить и остановить. И будем надеяться на то, что вооруженные силы Украины смогут еще больше масштабировать свой успех и увеличить свой результат, усилить свою операцию на Курском и на Белгородском направлениях. И надеемся на то, что все-таки планы по полной ликвидации крымской угрозы, угрозы с Крыма и уничтожению Крымского моста они реализуются.